Десять самых звёзды, чья жизнь после развода изменилась в лучшую сторону. Что это? Совпадение или логическая развязка? Я вообще считаю, что женщина после развода, у неё голова встаёт на место. Было, было, было и прошло. Жизнь не заканчивается, жизнь только начинается. А может, мы поэтому такие счастливы, потому что не замуж? Девчонки, разводитесь. Хотите узнать больше? Смотрите нашу программу прямо сейчас. Все привыкли видеть Алену Апину в образе провинциалки. Которая поёт на сцене в «Юбчонке» из «Плюша» про мокрые спички и ночные электрички. Но недавно певица шокировала своих поклонников. Выпустила сразу несколько клипов, в которых преобразилась до неузнаваемости. Просто пришло время ведь, потому что после 45 плюс эта жизнь не заканчивается, жизнь только начинается. Я вот это хотела донести всем доброжелательным тётенькам, которые в ужасе пришли от этого экшена. А доброжелательным тётенькам было от чего ужаснуться. Ведь в клипе на Апиной не было никаких юбочек из «Плюша». И не из «Плюша» тоже. Вообще никаких юбочек. Что же случилось с певицей? С чего это вдруг такая раскованность? Оказалось, всё дело в разводе. Такой Апина стала, когда разошлась со своим мужем и продюсером Александром Иратовым. Я думаю, это освобождение. Я в этом ничего плохого не вижу. Если люди перестали любить друг друга, настало время, надо разводиться. Не надо друг другу мужить. А ведь казалось, что Апина и Иратов четверть века жили душа в душу. Вместе воспитывали долгожданную дочь Ксению. Вместе работали. Именно Александр когда-то раскрутил сольную карьеру Алёны. А потом продюсировал все её концерты. И разводиться даже не собирался. Он по-прежнему видел себя не только продюсером, но и любящим супругом. И, так сказать, другом, самым надёжным человеком. Но не сложилось. Но не сложилось. У них непростые характеры. Правда, у Апиной своя версия. Мол, дело тут не в характере, а в привычке. Муж слишком привык и к жене, и к одинаковым песням в её исполнении. Алёна, по её словам, все эти годы просто подстраивалась под навязанный образ. А если честно, была сама не своя. Я как ощущение, что кусок жизни прожила не своей жизнью. В какой-то момент я поняла, что дальше так невозможно. То есть всё, а где я-то? Где моё-то? Всё, куда оно делось-то? Вот и решилась Апина на развод. Чтобы стать той, кем она хочет. Сексуальной. Свободной. Загадочной. И выглядит Апина действительно всем женщинам 45 плюс на зависть. Вот только своих поклонников певица всех растеряла. Не понравились народу её новые песни. Утишенья, всё хороша. Как и образ. Оказалось, что нам всё-таки ближе певица в юбочке из плюша, чем без неё. Этот вот короткий эксперимент с откровенными видео был и прошёл. То есть, видимо, всем ясно уже, всем, кто вокруг Алёны и самой Алёне, что ей нужно собрать волю кулак и пойти петь про электричку. Ксюша, 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 никого не слушай. И ни с кем сегодня не гуляй. Ещё несколько лет назад о Юлии Барановской никто и не слышал. Но если только самые ярые фанаты футбола были в курсе, что она гражданская жена Андрея Аршавина. Юля была просто заботливой мамой. Верной женой – просто домохозяйкой. Но после скандального разрыва с Аршавиным Барановская стала известна на всю страну. У неё появилось больше свободного времени, понимаете? А до этого она стирала на скинь, готовила завтрак, готовила кухню, да, да. Какое интервью не дашь, понимаете? А сейчас? Вот, пожалуйста. Но сама Юля в своих многочисленных интервью на тему своего развода шутить не готова. Уж слишком болезненно он ей дался. Мой развод случился 7 лет назад. Вот, если вы думаете, что спустя 7 лет я хочу отвечать на эти вопросы, то вы заблуждаетесь. Я понимаю, что я публичный человек, я понимаю, что это была громкая история, но вот чем дольше ты топчешься на этой поляне, тем хуже тебе жить. И неудивительно, ведь Юля отдавала супругу себя без остатка. 10 лет бок о бок и трое общих детей. А муж взял и бросил её ради некой модели из Питера Алисы Казминой. Знаменитый футболист сказал, что не отдаст из своего немалого состояния Барановской ни гроша. И даже с детьми общаться перестал. С этого и началось превращение Юлии из скромной домохозяйки в отчаянную. Сначала она через суд заставила бывшего муженька выплатить ей все долги по алиментам. А потом пошла делать свою карьеру. Я думаю, что это больше действительно было бы, чтобы себя как-то, не знаю, в своих глазах, ну, приподнять. Как-то, ну, вот, не именно, именно, что-то психологически. А в итоге, смотрите, мы получили такую прекрасную, замечательную телеведущую. Мне пишут, чтоб я дал телефон на линию. Ольга Бузова тоже была женой футболиста. И тоже очень изменилась после развода. Дорогие мои россияне. Это уже какая-то закономерность получается. Развелась с футболистом, стала звездой. Сегодня достаточно быть просто, ну, скажем так, в объективе телекамер, мелькать везде на обложках журналов, где-нибудь выкладывать какие-то ролики в Инстаграм, то есть подпитывать к себе интерес. И, в общем, можно долго оставаться на плаву. Правда, в отличие от других жен спортсменов, Бузову и до развода с Дмитрием Тарасовым многие знали. К тому времени она пять лет отработала, ну, или что там делают, в популярном реалити-шоу. Была и участницей, и ведущей. И всегда в одном и том же амплуа легкомысленной блондинки. Она была забавная ведущая проекта, который все якобы ненавидят. И все якобы по этому поводу все время проходятся. Вот какая ты, Оля. Ха-ха-ха. Давайте посмеемся над Бузовой. Вот она, смотрите, как смешно нарядилась. Ой, этот пучок, ой, эти платья, колготки не идут. Многие смеяться не перестали, даже когда Оля вышла замуж за своего футболиста. Слишком наивными выглядели эти отношения. Даже прозвище у пары было забавное. Тарабузики. Хотя планы строили очень серьезные. Купили дом, завели собаку, говорили о детях. Сразу говорите ли нет? Но идиллия закончилась разводом. Спортсмен изменил Оле с моделью Анастасией Костенко. И Бузовой пришлось моментально повзрослеть. Я вообще считаю, что женщина после развода, у нее голова встает на место. Вот и у Оли все тут же встала на место. И она с головой ушла в карьеру. Танцуй под Бузову. Под эту светлую музыку. Правда, чтобы Оля не делала, для широкой публики она так и остается несчастной брошенкой. А обиднее всего, что ее бывший женился на разлучнице и ребеночка с ней родил. Бузова держит лицо, но знающие ее люди говорят, девушка до сих пор переживает. Полина Гагарина. Сегодня супер успешная певица. А какая красавица. Изящная блондинка. Многие уже забыли, что раньше-то Полина была вот такой. Все изменилось благодаря разводу, после которого певица стала в два раза меньше и в 10 раз популярнее. Разнесло ее почти под 100 килограммов в первом браке с актером Петром Кисловым. Во время декрета певица стала есть все подряд. Вот и поправилась. Когда у людей стресс, они поправляются, начинают заедать. Конечно, очень важно, чтобы рядом были люди, которые поддерживают, понимают. Но муж Гагарину то ли не поддерживал, то ли она ему и такая нравилась. В любом случае худеть у Полины не получалось. А потом она разошлась с мужем. Говорит, чувства остыли. И вот именно тогда девушка взялась за себя всерьез. Села буквально на овощи и воду. И сдулась просто на глазах. Минус 30 килограммов всего за полгода. А потом еще 10 как-то незаметно ушли. Так чисто логически я исхожу из того, наверное, что женщина хочет себя как-то, ну скажем, ну, изменить, да, и кажется, что изменится жизнь. Это действительно работает. Гагарина изменилась кардинально. В таком стройном образе она и популярной певицей стала, и личное счастье устроила. Вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова и живет с ним душа в душу. Смотрим мамин концерт. На Бонусе. На Екатериненском парке. Кукушка. Миша, помаши руки. Кому мешать? Кто поет? Мире Горес. Телеведущая Анфиса Чехова, наоборот, сделала себе имя и популярность именно благодаря своим пышным формам. Миллионы мужчин программу «Секс» с Анфисой Чеховой только ради этих форм и смотрели. И все мы хотя бы раз в день думаем о сексе. Но недавно телеведущая похудела. С 90 кило до 65. И тоже после расставания с гражданским мужем, актером Гурамом Баблишвили. Правда, сама Чехова свою стройность со своим разводом никак не связывает. И даже злится, когда другие ее об этом спрашивают. Баблишвили и Чехова разбежались тихо-мирно, без дележки имущества и сына Соломона. Гурам поступил по-мужски. Все оставил бывшей жене. Но может, потому что все ее и было? Актер Гурам, мягко говоря, не очень известный. И, как следствие, не очень состоятельный. Да? Хочешь узнать человека, разведись с ним. Именно при разводе ты понимаешь, кто это был. То есть как он уходит, он оставляет все, или забирает, или вот потом тебе спица, ну, так оставляет и все. Это говорит о его благородстве. О том, что его мама хорошо воспитала. Анфиса Чехова уверяет, похудеть она мечтала чуть ли не с детства. Ведь в 14 лет она уже весила, как взрослая тетя, 72 кило. Она даже пила тайские таблетки. Но все ее попытки превратиться из кубышки в худышку почти до 30 лет терпели фиаско. А потом, как утверждает сама Чехова, она просто пошла другим путем. Полюбила себя. Заодно перестала есть и похудела. Я не связываю вообще развод с похудением напрямую, в принципе. Но я точно понимаю, что, конечно, когда ты живешь с мужем, его нужно кормить, и по вечерам кормить. Если ты соблюдаешь диету, тебе очень трудно жарить эти котлеты, которые ты потом сам не ешь. Но в жизни Анфисы было одно обстоятельство, которое могло отбить ей аппетит. Параллельно с разводом она еще и с родным отцом разбиралась. Александр Корчун, в отличие от мужа звезды, оказался не таким благородным. Он бросил Анфису и ее маму, когда будущей телеведущей было всего 5 лет. И никакого интереса к ее судьбе не проявлял. А недавно нарисовался с претензиями на жилплощадь. Отец Анфис в какой-то момент решил, что он имеет право на часть квартиры, в которой всю жизнь проживала мама Анфисы. Мы, в общем-то, лишили его иллюзий и помогли его маме остаться в собственной квартире и не отдать половину отцу, который когда-то давно их оставил и никак им не помогал. Сегодня Анфиса, как в старые добрые времена, прекрасно зарабатывает своим телом, но уже похудевшим. У телеведущей вполне успешный бизнес – онлайн-тренинги по сбрасыванию лишних килограммов. Как меня видно, как меня слышно. А вот актриса Настасья Самбурская после развода пошла во все тяжкие. Она со скандалом ушла сначала из сериала «Универ» Потом из шоу, где она разоблачала ресторанную кухню. А потом хлопнула дверью и в театре на Малой Бромной, где отработала 10 лет. Говорит, все сами виноваты. Не ценили такую актрису и телеведущую. Мне вообще-то что-то нужно такое. С размахом. КВЦ, например. В ноябре 2017 года актриса внезапно вышла замуж за молодого белорусского актера Кирилла Дыцевича. На свадьбу молодожены пришли в черном. А уже в январе 2018-го супруги резко развелись. И опять, дескать, не виноватая я. Виноваты другие. Вернее, Дыцевич. Что вы чувствуете в этот момент? АПЛОДИСМЕНТЫ Я просто счастлив. Она для меня человек нечестный. В ее как раз случае, если возникают какие-то трагические истории, значит, со слезой, я абсолютно не верю. Я не считаю доброй девочкой. Но Настасья на титул хорошей девочки и не претендует. Вот у меня левая сторона рабочая. А сейчас вообще позиционирует себя как королева шансона. Что ж ты, фраер, сдал назад? Решила начать петь. Чем она хуже Бузовой? Тоже разведенка и тоже без голоса. При воде сон, ванна и зону, ванне были урки, что ли раз? Правда, пока в популярности Самбурская Бузовой проигрывает. И в песнях, и в Инстаграме. Она вообще не шарка. Подписчиков у Насти меньше, хотя и предостаточно больше 10 миллионов. Да я им как девушке неинтересно. Кому? Да им всем! А все благодаря ее забавному образу. Кстати, опять разведенки. Пять минут, в сети уже 12 сообщений. Все пишут, привет, как дела? Да пока не родила. В начале двухтысячных на Бритни Спирс хотели быть похожи все девчонки. Никому и в голову не могло прийти, что через несколько лет певица из роскошной блондинки превратится в лысую толстушку с расстроенной психикой, алкогольной и наркотической зависимостью. И все это следствие очень неудачного брака. А потом и трудного развода. Развод это всегда стресс, это травма. Но для Бритни развод стал скорее спасением. Ведь со своим мужем, Кевином Федерлайном, она чуть не погибла. Он был простым танцором и выступал у нее на разогревах. Но став мужем звезды, Кевин забросил свои танцунки и превратился в альфонса. Даже развлекался по клубам с другими девицами за счет своей жены. Бритни, пытаясь сохранить брак, двоих сыновей ему родила, но тщетно. Тогда и она пошла во все тяжкие, хамила журналистам. Дралась с поклонниками, скандалила с полицией и даже, упс, бегала на публике без трусов. А все потому, что была почти всегда под кайфом. Глушила боль от своего провального брака наркотиками и алкоголем. Итог – скандальный развод и дальнейшее падение самой Бритни. Она была в жутком состоянии. Да, вот как иногда артисты свой талант губят и разменивают, к сожалению, большому. Помог буквально погибающей певице родной отец Джеймс Спирс. Он оказался человеком строгим и жестким, взял дочку в свои руки. Теперь, благодаря ему, девушка уже несколько лет не пьет алкоголь и не принимает наркотики. Отчеты об ее отличной форме регулярно выкладываются в соцсети. Развод Ирины и Сергея Безруковых стал громом среди белого дня. Ведь они считались одной из самых гармоничных пар. Многим казалось, что после такого разрыва актриса потухнет, а пустится, пропадет из вида. К тому же, незадолго до развода она потеряла единственного сына. Конечно, оставлять женщину, которая посвятилась себя тебе, которая пережила трагедию, которая абсолютно одна, ну, как-то что-то в этом не то. А ведь Ирина отдала Безрукову лучшие годы. 15 лет моталась по всем его съемкам, следила за тем, что он ест, что пьет, и свою карьеру забросила. Я прекрасно знаю, как Ирина посвятила свою жизнь своему супругу. И потом оказалось, что у него на стороне дети. Когда информация о внебрачных детях актера попала в СМИ, публичного семейного скандала не последовало. Ирина Сергея простила, но через два года тот все равно от нее ушел. На этот раз к режиссеру Анне Матисон. Другая бы на месте Ирина закрылась бы ото всех и страдала из-за такого предательства. Но актриса выбрала другой путь. О бывшем муже ни единого плохого слова, а для себя новая жизнь. После развода Ирина Безрукова похорошела. Стала чаще появляться на публике. И как магнит притягивает мужчин. В свои 54 года цветет и пахнет. Мужчины иногда пишут комплименты, норовят в личку что-то написать. Комплименты или даже пытаются пригласить куда-нибудь по свиданию. Вот видите? Пожалуйста. Вот влюбленка. Спасибо. Какое приемное. Вот, пожалуйста. Развод певицы Ани Лорак для одних стал неожиданным, для других вполне ожидаемым. Ведь в прессе постоянно появлялись намеки на то, что муж звезды, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджи Аглу, постоянно изменяет любимой. А потом все намеки подтвердились. Мне кажется, что история с браком и разводом в дальнейшем Ани Лорак, в общем, она рано или поздно вылезла бы наружу. Потому что этого парня ловили то с одной девушкой, то с другой. То есть это стало достоинением общественности. Ани терпела-терпела, но в итоге не выдержала такого унижения, подала на развод. И даже песню выпустила с соответствующим названием «Мой новый бывший». Но тогда все обратили внимание не столько на слова, сколько на грудь Лорак. Она заметно увеличилась. Поклонники тут же предположили, что Ани назло мужу-изменнику сделала пластическую операцию. Ани реально как будто вот ну-у-у-у. Пусть, дескать, смотрит теперь на ее новую грудь и рыдает от обиды. Нет! Не твоя она больше, не твоя. Вы знаете, я бы вообще это событие не привязывала бы к разводу, потому что ну вот я только что родила ребенка, у меня была достаточно, мне казалось, хорошая грудь, но сейчас я явно понимаю, что она же не такая, какая она была до беременности. Но одно дело говорить и совсем другое лечь под нож хирурга. При этом сама Лорак искусственную грудь отрицает. Однако разница очевидна. Так в начале карьеры, когда певица своего Мурата даже не знала, она, точнее ее грудь, выглядела совсем по-другому. Одно понятно, что такая девушка, что бы она с собой не делала, долго в одиночестве не останется. Но самые большие перемены после развода произошли с англичанкой Джоан Роулинг. После расставания с супругом она, чтобы отвлечься от горьких мыслей, села писать книжку про мальчика-волшебника со шрамом на лбу. Так она издала свою первую книгу про Гарри Поттера. Потом вторую, третью и так далее. В итоге бывшая разведенка заработала один миллиард фунтов стерлингов. Видимо, Джоан наконец поняла, что ее призвание другое, и она должна реализовать себя в творчестве. Что с успехом и было исполнено? Браво! Вообще, Джоан сказки сочиняла с детства. Но когда выросла, выбрала себе профессию учительницы английского языка и уехала работать в Португалию. Как ты? Там вышла замуж за журналиста Хорхе Арантеса. Родила ему дочь Джессику. Но муж оказался ревнивым и вспыльчивым. Мог прямо у всех на глазах ее ударить. Тумаками Хорхе из жены всю любовь и выбил. А потом выгнал ее на улицу вместе с трехмесячной дочкой. Роулинг вернулась на родину. Поселилась с ребенком в крошечной комнатушке в аварийном доме. И там принялась снова сочинять сказки как в детстве. Получилось правда не сразу. На первую книгу о Гарри Поттере ушло пять лет. И ты начинаешь уже по неволе следить за этим мальчиком Гарри. Актеры, которые сыграли в фильме на протяжении всех его частей развивались. Мы думали а что вот он вырос Гарри вот Гермиона вот это все. Читали книжку сравнивали как с книжкой. Сходится не сходится. Сегодня книги Джоан Роулинг переведены на семь десятков языков. Она лауреат целого ряда престижных литературных премий. Но самая главная перемена наладилась ее личная жизнь. В 2001 писательница встретила новую любовь. Вышла замуж за врача анестезиолога Нила Мюррея и родила еще сына и дочь. Так что ее собственная сказка оказалась с хорошим концом. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова